Сан Саныч, хочу задать вам один вопрос. Вот, вы все за свободу своего народа. А как насчет свободы других народов? Ведь игорцы тоже сражаются за свободу? За свободу своего народа? Но это абсолютно разные вещи, Фатаре. Наша цель – приобщить Кавказ к законам цивилизованного мира. А если кавказцы не хотят этих законов, а хотят жить по собственным законам, как и жили испокон веков? А вот тут вы совершенно не правы, Фатаре. Вспомню хотя бы ваших соблеменников. Татар, простите, тюрков. Сколько крови среди своих пролили ваши. А ваши ханы, они же сражались друг с другом не на жизнь, а на смерть. Согласитесь, что с приходом русских и ваш народ обрел, наконец, покой. Россия в плане образования, культуры гораздо выше всех ваших всепредельно мусульманских стран. Вот эту культуру мы хотим внедрить в вашу жизнь. Ну, тогда, наверное, и французы могли сказать, что, напав на Россию, они хотели приобщить ее к европейским ценностям, к тем же республиканским добродетелям. Наполеон и республиканские добродетели. Нет, Россия обязана обезопасить свои границы. Она может быть только империей и ничем иным. Фатали, вы мне весьма любезны. Я старше вас на 15 лет. Послушайте моего совета. Не вмешивайтесь в политику. Я наблюдал за вами. У вас замечательное чувство юмора. Пишите поучительные рассказы, веселые вы девили. Ради исправления нравов. Разрешите обратиться к господину Ахуннову? Обращайтесь. Вам письмо. Извините, меня срочно вызывают в канцелярию. Мне надо отправляться. Полагаете, я сам не задумываюсь, о чем мы с вами говорили? У меня порой возникают мысли, оправлены в том, что навязываем свои идеи, свою мораль, свой образ жизни. Не знаю. Впрочем, прощайте.